Использование компьютера, компьютерной сети или сетевого устройства облегчило и одновременно усложнило жизнь современного человека. Случаи кибермошенничества с каждым годом набирают обороты. Преступники выходят на новые уровни, придумывают еще более изощренные уловки. А люди теряют все больше собственных средств, попадая в расставленные во всех гаджетах киберловушки. На территории всей республики проходит акция под названием «Декада кибербезопасности». В рамках этой акции проводится широкомасштабное информирование населения нашей страны о методах и способах совершения киберпреступлений. На территории Брестской области наблюдается значительный рост числа преступлений из категории тяжких и особо тяжких. На текущий момент общий ущерб, который причинен заявителям с начала года, составляет более 2 миллионов рублей. Если на вас выходят представители банка и говорят, что на вас оформили кредит, либо необходимо заблокировать ваш счет, либо еще что-то, что пытаются списать деньги, ни в коем случае не надо вести эти провокации, кладете трубку. В ходе беседы сотрудников госавтоинспекции и управления по противодействию киберпреступности с пешеходами и водителями выяснилось, что тема кибербезопасности очень даже близка Брещаным. К сожалению, сталкивался с этой проблемой уже каждый второй. На Куфоре просто с мошенниками получилось встретиться. Ну и горький опыт приобрести сейчас это очень актуально. Даже в банке говорят, что увеличилось количество мошенников, поэтому нужно проводить эти акции. Сотрудники госавтоинспекции говорили в этот день с людьми и о еще одной, к сожалению, вечной проблеме – о вождении автомобиля в нетрезвом виде. Казалось бы, зачем повторять, что садиться за руль в таком состоянии нельзя. Это всем известная прописная истина. Но пугающие цифры говорят об обратном. С начала этого года по вине нетрезвых водителей произошло 32 ДТП, в которых 32 человека были травмированы, а 10 уже нет в живых. Виноваты в этом те, кто садится в состоянии алкогольного опьянения за руль. Все еще не вынесли для себя урок более 2000 водителей. Об этом говорят показатели задержаний только по Брестской области за этот год. За управление в состоянии алкогольного опьянения, если в выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено до 0,8 промилле алкоголя, то есть поров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, здесь предусмотрена штрафная санкция в размере 100 базы кличин с лишением права деятельности, связанной с управлением транспортным средством сроком на 3 года. Если же водителя, которого задерживает инспектор ГАИ, порой выдыхаемого воздуха от 0,8 промилле и выше, то здесь штрафная санкция суровее 200 базы кличин и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 5 лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность и специальная конфискация транспортного средства. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.